Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается здесь у вас именно в том, что вы хотите перестать о чем-то думать. То есть вы считаете, что мыслей, каких-то мыслей у вас, к примеру, быть не должно. То есть у вас не должно быть, например, мыслей, там, о самоубийстве, к примеру. Но как это не должно быть таких мыслей, если они, эти самые мысли, у вас есть? И эти самые мысли, они имеют, видимо, какую-то причину. Они имеют основания. Вы для себя видите в этом, ну, возможно, какой-то выход. Вы для себя в этом, возможно, видите некий исход, некое разрешение конфликтной ситуации для вас. Вот. И нельзя просто так от этого взять и отмахнуться, это было бы неправильно. Вот. Это первое. Это первое. Второе. Что хочется сказать. А вы почему-то, почему-то решили, что можете решать, значит, вопрос в своей жизни. То есть почему-то вы решили, что можете решать жить вам или умереть. Вот. Почему-то вы так решили. Это вопрос, скажем так, отдельный. Но я могу вам совершенно однозначно сказать, что вы не отвечаете, ни в коем случае не отвечаете, за то, жить вам или нет. Потому что не вы решали вопрос насчет своего появления на свет. И здесь возникает еще один вопрос. Вопрос о том, как вы пришли к тому, что хотели покончить жизнь самоубийством. В результате чего вы пришли к этому. Какие события вас к этому подвели, например. Это нужно выяснить. Как правило, самостоятельно мысли о смерти, мысли о том, чтобы убить себя, нам не приходят. Вот именно самостоятельно. Именно самостоятельно такие мысли к нам в голову не приходят. Как правило, подобные мысли возникают по причине получаемой нами информации извне. И я бы, наверное, был не прав, если бы не сказал, что именно с нее, с этой информации и нужно начинать. То есть нужно начинать именно с того, чтобы определить, от кого вы услышали, от кого вы научились думать о смерти и считать, например, что, ну, что вы действительно можете это сделать. Это первое, да, то есть нужно освободиться от самой возможности того, что вы можете что-то с собой сделать. На самом деле не можете. На самом деле не можете. И не можете вы не потому, что, как бы, ну, у вас нет такой возможности, а не можете вы только по той простой причине, что вы за это не отвечаете. Просто на просто. Вот это всё. То есть это, как бы, не ваша юрисдикция, условно говоря. Вот. Это, как бы, не, не то, что касается вас. Это не то, не то, на что вы можете влиять. Влиять. А не то, что... Это не то, за что вы отвечаете. Вот. Фактически. Поэтому, мне думается, что первое это освобождение. Второе, это то, что вы, условно говоря, хотите сбежать. Сейчас, если вы хотите покончить, чем мы видим, но, скорее всего, вы хотите сбежать. Куда-то. Вы хотите сбежать куда-то от кого-то, от некого внутреннего своего конфликта. Вот. Который у вас, возможно, есть. И нужно понять, что это за конфликт. Что он из себя представляет. Этот конфликт. Почему он вас, этот конфликт, настолько, вот, тяготит нас, настолько вводит в состояние раздрая. Вот. Что вы не можете, условно говоря, в себе до конца принять. Что вы не можете в себе до конца перестать отвергать. Вот. Что вы не можете в себе, может быть, ну, условно говоря, позволить. Что вы не можете в себе позволить. Вот. Это, пожалуй, очень важный момент. Очень важный момент. Потому что, еще раз повторюсь, что человек к идее, да, человек к идее о собственной смерти, да, он, ну, приходит не случайно. То есть, изначально человек себя любит. Изначально человек должен себя любить, любить. Вот. И, соответственно, если этого не происходит, то можно говорить о том, что наручены какие-то базовые основы восприятия себя. Человек. Вот. Поэтому переставать думать о смерти, да, о самоубийстве, как о чем-то обязательно плохом, наверное, все же не стоит. Не стоит, потому что, как показывает практика, как показывает опыт, да, ну, вы не перестанете это делать. Не перестанете до тех пор, пока вы не удовлетворили. Не перестанете до тех пор, пока вы не будете чувствовать, что, значит, ну, не перестанете до тех пор, пока не будете получать от жизни своей то, что нужно вам. До тех пор, пока это, вот, собственно, не будет реализовано в полной мере. Вот. А до тех пор мысли будут вам напоминать о том, что вы не удовлетворены. И о том, что требуется, ну, как минимум, какое-то вмещательство с той, что вы делаете сейчас. Вот, пожалуй, основное, вот, пожалуй, основное, то, что хочется вам сказать. Это, пожалуй, основное. Дальше уже все зависит исключительно только от вашей истории. Все зависит исключительно только от того, какие именно обстоятельства данной ситуации у вас. Вот. И что вы хотели бы с этой ситуацией сделать? То есть, к примеру, просто перестать, как вы говорите сейчас, да, да, ну, просто взять и перестать. Это совершенно не вариант. Потому что ничего вам это лично не даст просто перестать. Разобраться со своими желаниями можно. Можно и нужно. Вот. Может быть, у вас есть депрессивное состояние, либо депрессия. Здесь, конечно, тоже нужно смотреть исследования. Очень часто мысли о самоубийстве возникают, когда у человека в наличии именно депрессивное состояние. Вот. Или депрессия. Но депрессия, в отличие от депрессивного состояния, да, должен диагностировать врач, психотерапевт, либо психиатр, либо клинический психолог. А с депрессивным состоянием, в принципе, вполне может поработать и психолог. Вот. Ну, было бы желание, опять же, у вас, да, было бы желание, опять же, у вас, на счет, ну, этим заниматься. Универсального средства для решения такого рода проблемы не существует. Ну, потому-то все люди уникальны, все люди индивидуальны. И я не думаю, что это хорошая, прямо, идея обесценивать вас, значит, настолько, чтобы считать, что вам, вот, какие-то общие советы, общие рекомендации, да, да, без учета вашей индивидуальности, без учета вашей личности. Подойдут. Вот. Ну, мне кажется, что, нет. Мне кажется, что, нет. Это было бы неправильно. Это было бы обесцеливанием. Именно. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Простите, что, если мало, да, ну, опять же, это связано с тем, что вы совсем, как бы, ничего о себе не рассказали, кроме этого. Вот. А был вопрос такой, достаточно серьезный. Вот. Значит, вот самый простой, самая простая рекомендация вам здесь может быть, это просто пообещайте себе, да, пообещайте себе, а желательно кому-нибудь, знаете, из доверенных лиц своих. Вот. А пообещайте, что, к примеру, в течение, там, ближайшей, ну, пусть будет неделя, да, вот пусть будет в течение ближайшей недели. А пообещайте, что в течение ближайшей недели, да, вы ничего с собой не сделаете. К примеру. Вот просто пообещайте себе это. Вот. И увидите, как вам, собственно, будет легче. Сразу. Вот. И если вы себе пообещаете, вот, значит, ничего с собой не сделаете, именно в ближайшие, значит, ну, в ближайшие, допустим, недели. Вот. Когда неделя пройдет, пообещайте себе еще неделю и так далее. Еще раз повторю, это, ну, желательно, чтобы это был, ну, вот, какой-то человек. Чтобы у вас была, ну, как минимум, как минимум, да, ответственность перед, вот, перед человеком. Вот так далее. Если вы будете обещать себе, да, то здесь могут быть, ну, некоторых, некоторых, некоторые трудности могут быть. В смысле, что, к примеру, обесценивая себя, да, вы можете не чувствовать обещания, которые вы даете достаточно значимым. Вот. Чтобы его, его выполнял. Также хотел бы сказать еще и то, что, сама идея, да, сама идея о том, что, значит, ну, с собой можно что-то сделать. Вот. Сама идея. Она редко возникает сама по себе. Она вообще не возникает сама по себе. Как правило, как правило, этой идеей кто-то учит. Вот. То есть, получается так, что мысль, мысль, об этом, не ваша. И, идеально, вот, идеально, если вы для себя выделите, чья, чья эта мысль, кому эта мысль принадлежит, и почему вы эту мысль взяли себе на вооружение. Ну, то есть, почему вы стали эту мысль, допустим, да, повторять, к примеру. Вот. От чего хотел тот человек, который эту мысль вам вложил? А какие были у него цели, у этого человека, который вам вложил эту мысль? А что хотели вы в тот момент, когда он вам вкладывал эту мысль? Вот. А что для нас значили те мысли тогда? А как так вышло, что вы отказались от того, что хотели тогда? А это... Ну, а первая реакция? А помните ли вы сейчас, ааааа... Значит... Что хотели? Сейчас... Вот. Помните ли вы, аааа, период, когда вы... Ну, допустим Не думали О самоубийстве Помните ли вы этот период? А, значит Когда Этот период Допустим Закончился В какой момент Что послужило Окончанием этого периода Вот Примерно на Эти вопросы Вам и нужно Найти ответ Ну, возможно Затмоння Конечно же Вместе с психологом Вот Одно и вам Делать этого не обязательно Но вместе с психологом Вы можете это сделать На этом все Если у вас остались вопросы Пишите в личку Будрата ночи Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Я желаю вам всего самого Доброго И удачи Субтитры сделал DimaTorzok